Всем привет! Это продолжение видео по Stable Diffusion через сервис Google Collab И в данном видео я хочу подробнее рассказать про изменения в скрипте И ответить на часто задаваемые вопросы Мы уже здесь прошли анимблок кода с установкой Stable Diffusion Хочется сказать про сайт Civi.Ti Если здесь есть какая-то модель, которая вам нравится, но ее нет на сайте Hugging Face То это означает, что эту модель вы не сможете использовать Причина это вот эта метка Diffusers Мы используем в скрипте библиотеку Diffusers И если эта модель не предназначена для библиотеки Diffusers То установить ее не сможете Поэтому сайт Civi.Ti вы используете только как каталог моделей Если вы просто не знаете, что хотите попробовать Если у вас есть какой-то конкретный запрос Например, PixelArt Что мы сейчас, кстати, будем делать, когда я буду рассказывать про лору Если у вас есть какой-то конкретный запрос То вы можете даже и не заходить на Civi.Ti Вы заходите на Hugging Face И прямо там ищите по этому запросу интересующие вас модели и лоры Теперь насчет лоры Давайте используем модель Вот мне нравится PeekXReal Довольно неплохая модель Нам нужно поставить здесь галочку, что мы будем использовать лору Затем нам надо выбрать интересующую нас лору Здесь уже есть PixelArtLora Которую я сейчас и хочу вам продемонстрировать Но для чистоты эксперимента давайте я вам покажу, как ее вообще добавлять Заходим в поиск Здесь пишем PixelArt Art Вот Это лора Мы копируем, как и в случае с обычными моделями, путь к лору И вставляем его Вот сюда Удаляем это, вставляем сюда Теперь имя файла лора Где его брать? Опять же, на странице с интересующей вас лорой Вы переходите на вкладку Files and Versions И здесь Есть Скорее всего Здесь будет один только файл PixelArt Ну, в данном случае это PixelArtXL.SafeTensers В общем, здесь будет файл с расширением SafeTensers С телефона я, конечно, могу нажать Точнее, зажать палец на этом названии И выбрать скопировать текст ссылки Но на компьютере почему-то есть опция только копировать адрес ссылки Поэтому я делаю так Я нажимаю посмотреть код И вот здесь мне сразу подсвечивается вот эта строчка, по которой я нажал Поэтому я делаю дабл клик вот сюда И нажимаю просто Ctrl C Копирую Просто копирую название вот этого файла Вот это название нам и нужно вставить вот сюда Далее Использовать SafeTensers В случае, если вы используете лору Нужно ставить true Ну и на этом, собственно, пошла установка Точнее, не установка, а скачивание модели PeakXReal И скачивание лоры вот этой PixelArtXL Хотя мне кажется, что сейчас произойдет ошибка Потому что PeakX это модель для Stable Diffusion 1.5 А PixelArtXL, судя по названию, ну как бы для XL моделей Но вроде бы, если я не ошибаюсь, я ей пользовался В такой комбинации И все работало Далее Насчет Prompt Здесь ничего особенного Добавилась только новая функция Стиль генерируемого изображения Что такое стиль? Стиль Это просто заранее заготовленный Prompt Который автоматически дописывается за вас И создает соответствующий стиль, который вы выбрали Я постарался добавить побольше всяких интересных стилей Но если вам не нужен какой стиль Или вы хотите свой собственный Который вы где-нибудь найдете в интернете Или придумаете сами То вы выбираете без стиля Ну и RunChipStyle Это мой, так сказать, фирменный стиль В котором просто есть какие-то базовые токены Для того, чтобы Есть негативные токены Для того, чтобы избавиться от всяких проблем при генерации И какие-то токены в самом Prompt Для того, чтобы изображение получилось максимально четким Ну да Собственно, мы получили ошибку Потому что мы выбрали модель Stable Diffusion 1.5 А нам нужна модель Turbo Ну давайте тогда Даже не знаю Jaggernaut XL Базовую модель как-то не очень хочется А вот Вот эта Jaggernaut XL Она Ну Как бы Очевидно по названию Основана на Stable Diffusion XL Далее Появилась функция Веса токенов И важно указать Какую модель Вы здесь скачиваете То есть В данном случае Мы скачиваем Pixel Art Ой Не Pixel Art А Jaggernaut XL Соответственно Раз Раз уж мы используем модель XL То мы здесь и выбираем Что это Stable Diffusion XL модель Если бы вы выбрали Peak X Real То тогда Нужно было бы выбрать Sable Diffusion 1.5 Или 2.0 Потому что Это 1.5 модель И записываются Вес Здесь есть подсказка Как он записывается То есть Если мы хотим Усилить Кота Мы пишем плюс И если мы хотим Еще сильнее усилить Генерацию кота Тогда мы пишем Еще раз плюс Но это в случае 1.5 моделей Соответственно То же самое Мы делаем с минусами В случае С XL моделями Мы должны Взять В скобки Интересующий нас токен Или Несколько токенов И после этого Написать Дробное число 1.5 Насколько я знаю Как писали в интернете Это самое Ну самое такое Максимальное число Которое вы должны Использовать Больше Уже Будут какие-то проблемы С генерацией Далее Текущий планировщик Переехал Тоже вот сюда В настройку Пайплайна Раньше он был Вот здесь В подготовке Стейбл Дифьюжн Причина По которой он Переехал сюда Весьма банально И проста Если вы Вдруг захотите Во время генерации Сменить планировщик Ну например Иулер На Иулер Анцестер В таком случае Вам придется Запускать Вот этот блок Кода Который Будет заново загружать Он не будет Скачивать Модель Лору Потому что Они уже Как бы скачены Но он будет Заново загружать Все Все это И модель Лору В оперативную Память В данном случае У нас Небольшое Потребление Потому что Мы Скачивали 1.5 Модель Они В принципе Немного Берут оперативной Памяти Но Вот сейчас Когда мы Скачиваем Эксель Модель В этом случае Оперативная Память Забьется Довольно сильно Уважаем Но Вы же не будете Для смены Для смены Планировщика Загружать Заново в оперативную память ГРУбо говоря Еще раз Ту же Самую Модель Очистить Память В Google Колоби Не представляется Возможным То есть нет такой функции просто взять и чистить оперативную память. Еще хочется рассказать про ошибки, которые могут возникать. Самая главная ошибка, которая может возникнуть при генерации. Давайте я сюда ее напишу. Эта ошибка звучит примерно так. Куда? Out of memory. Эта ошибка означает, что у нас закончилась видеопамять. Вот это вот, на оперативную память графического процессора. То бишь видеокарты. В данном случае все, что вы можете сделать, это отключиться от среды выполнения и удалить ее, и заново запустить все блоки кода. Данная ошибка возникает, ну, очевидно, потому что у нас переполнена видеопамять видеокарты. А переполняется она, если вы, ну, например, на тяжелой XL модели, которая сама по себе довольно нехило загружает оперативную память и видеопамять. Например, вы пытаетесь генерировать на ней 4 картинки с каким-нибудь большим разрешением. Или даже если это будет одна картинка с каким-нибудь 4К на XL модели, ну, вы, скорее всего, получите ошибку CUDA out of memory. Так что следите, в общем-то, за объемом доступной видеопамяти. Так как, если она заполнится, то вам придется просто перезапускать весь сеанс. То же самое относится и к оперативной памяти. В общем-то, поэтому планировщик и переехал вот сюда, чтобы его можно было спокойно изменять без перезагрузки в оперативную память вашей модели и вашей лоры. В принципе, по ошибкам все. Если возникают какие-то другие ошибки вот на этом этапе, на котором мы сейчас находимся, во время загрузки модели, перед загрузкой модели, или же когда здесь все уже дойдет до конца и начнется вот сейчас процесс, который будет здесь ниже. Загрузка, собственно говоря, модели в пайплайн. Сейчас оно загрузится, я покажу. Вот. Вот этот процесс загрузка компонентов пайплайна. На этом месте, скорее всего, может произойти ошибка. Я не знаю, с чем связаны эти разные ошибки. Они бывают самых разных видов, но просто попробуйте другую модель. То есть, бывает несколько версий какой-то одной конкретной модели. Ну, например, та же PIC X. Видите, здесь целых три штуки. И какая-то из них вполне может по какой-то причине не заработать. Обычно в описаниях жалуются, точнее, не в описаниях, а здесь, в логе. Жалуются скрипт на то, что ему не хватает каких-то файлов. Я не знаю, почему ему их не хватает, но, в общем-то, имейте в виду, если здесь происходит какая-то ошибка, то просто пробуйте другую модель. Конкретно вот, ну, предположим, с этой моделью у вас возникла ошибка. Если она есть, то, ну, вы уже ничего не сделаете. Вам нужно будет просто попробовать другую из вот этих доступных. Тем временем, pipeline загрузился. Мы сохраним наш промпт. И попробуем, в общем-то, собственно говоря, пиксель-арт. Для пиксель-арта желательно, конечно, поменьше шагов брать. Давайте четыре картинки сделаем. Еще хочу сказать, что раньше вот здесь автоматически подгружался вот этот блок кода, когда вы в нем что-то меняли. Сейчас этого не происходит, по причине того, что это работало немного криво. И последняя буква, или, может быть, последнее слово по-разному. Они просто не загружались в промпт. Поэтому проще, конечно, было сделать так. Странно. Почему-то лора не работает. А я вам скажу, почему лора не работает. Когда вы используете какую-нибудь лору, читайте ее описание. То есть, здесь, конечно, в описании написано, что никаких ключевых слов использовать не нужно. Но в примере, который нам дает автор, где промпт, мы видим слово пиксель. Поэтому без этого основа ключевого лора работать не будет. Тоже изучайте внимательно те лоры, которые вы пробуете. Например, вот здесь предзаготовлена еще одна лора у меня, кроме вот этой пиксельной. Это Cinematic Lighting. У нее тоже есть ключевое слово. И без этого ключевого слова она тоже не работает. Возможно, какие-то лоры не требуют ключевых слов. Но в любом случае, изучайте страницу с моделью, чтобы понимать, как с ней работать. Ну вот, как вы видите, мы получили пиксель арт. Возможно, вот этот не самый лучший пиксель арт. Второй. Но вот третье окошко ничего такая. И еще хотелось бы вам показать. Как, в общем-то, превратить вот это в полноценный пиксель арт? Ведь мы сгенерировали картинку 500 на 12 на 512. И, ну, как бы, в данном виде это на пиксель арт не очень катит. Используем какой-нибудь любой редактор. Например, в моем случае я использую гимн. Мы можем взять инструмент кадрирования, поставить его в нулевую позицию и размер рамки указать как 512 на 512. Таким образом, мы можем 0, точнее, мы можем здесь 512 умножить на нужный нам кадр из этих четырех. Если вы будете использовать бюл-диск, то там все эти картинки сохранятся отдельно. Но если вы его не используете, то картинки сохраняются вот так. Предположим, нам нужен третий кадр. Третий кадр. Соответственно, позиция 0,0 изначально вот здесь, от верхнего левого угла. Соответственно, 512 – это будет вторая картинка. А нам нужна третья. Соответственно, мы 512 умножаем на 2, нажимаем Enter. Ну, нажимаем Enter для кадрирования. Или просто щелкаем мышкой. И мы откадрировали изображение. Теперь мы изменяем изображение. Уменьшаем его до 64 на 64, допустим. И вот в таком виде уже у нас получается довольно хороший пиксель-арт с четкими пикселями. Возможно, придется что-нибудь здесь подправить. Например, вот эти пиксели возле хвоста. И вот эти. Но в целом, как бы у вас есть довольно четкий пиксель-арт, которым можно пользоваться. Ну, не без косяков, конечно. Но что вы хотели – это Stable Diffusion. Например, если бы я использовал вот это изображение кота, то глаз я бы ему подправил, как минимум, скопировал бы вот этот и отзеркалил бы его. Чтобы это уже как-то более симметрично смотрелось. В общем-то, на этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч.